Все живы, здоровы, отдохнувшие, загорелы, здоровы, готовы приступить к серьезной работе. И это главное, так считает директор клуба Василий Данских. Пора вернуться к тренировочному процессу. Правда, пока без наставника команды. Евгений Рахтин сейчас находится на учебе, высшей школьной тренеров. Поэтому рабочий тон на будущее задает старший тренер Алексей Баженов. По плану, в ближайшие дни хоккеисты пройдут медицинское обследование, а 11 июля приступят к подготовительному учебно-тренировочному сбору. Подготовка Иркутского клуба к сезону будет проходить не только на домашнем рекорде, но и в гостях на базе МЧС в Николе и в Ангарском Ермаке. Они уже готовы к физическим нагрузкам, ждут только свистка. Охота быстрее начать тренировочный процесс, потому что вроде как месяц-полтора у нас отпуска. Но я уже через две недели соскучился, уже хотел что-то делать. Когда человек отдает всю жизнь спорту, перерыв очень длинный, тяжело на душе становится. Строят планы на будущее, помня о прошлом. Предыдущий сезон для «Байкал Энергии» выдался тяжелым и не самым успешным. Напомню, «Байкал Энергия» завершила чемпионат России на шестом месте. Сыграно 28 матчей, 16 побед, 6 ничьих, 6 поражений. Разница мячей 131-89. Игроки уверены, этот сезон будет лучше и результативнее. По крайней мере, они на это настроены серьезно. Задача на сезону остается та же – забивать как можно больше в каждом матче, выигрывать все игры. Состав команды после отпуска несколько изменился. Ряды белосиних покинули полузащитник Константин Савченко и нападающий Андрей Герасимов. Иркутский клуб усилился тремя игроками. Александр Труфанов – защитник, мастер спорта, воспитанник иркутского хоккея. В высшей лиге чемпионов России провел 327 матчей, забил 45 мячей. В розыгрышах Кубка России провел 112 матчей, забил 27 мячей. Бронзовый призер 1999 года в составе Сепсканы. Максим Ширяев – полузащитник, мастер спорта, воспитанник екатеринбуржского хоккея. В высшей лиге чемпионов России провел 137 матчей, забил 47 мячей. В розыгрышах Кубка России провел 43 матча, забил 12 мячей. Антон Храпенков – мастер спорта, воспитанник Красноярского Енисея. В высшей лиге чемпионов России провел 214 матчей, забил 55 мячей. В розыгрышах Кубка России провел 85 матчей, забил 20 мячей. Сегодня этих новичков представляют журналистам и вручают игровые майки. 22, 18 и 71 просматривали несколько клубов для перехода, но выбор их остановился на Байкал Энергии. По мнению игроков, шестое место в предыдущем чемпионате. Это не то положение, которого достоин иркутский клуб. Я вообще, честно говоря, в этом году думал, что Байкал будет претендовать на медали, как минимум на бронзу. Но видите, череда травм так вот подкосила. Я думаю, что маленько не повезло, скорее всего. Поэтому в этом году Байкал показывал очень содержательный такой хоккей. Я думаю, что игра была достойна медали в этом году. Поэтому, может быть, маленько не повезло. Может быть, чуть-чуть не хватило народу, скажем так, которые бы заменили достойно тех, кто получил травму. Сильный состав, опытный тренерский штаб и преданные болельщики. Все это Байкал Энергия, говорят намечки. Шанс проявить себя у них, впрочем, как и у всей команды, появится 13 октября. В этот день хоккеисты вступят в борьбу за Кубок мира. А 10 ноября для белосиних начнется чемпионат страны. Причем тут для Байкал Энергии будет шаг, как говорится, с места в карьер. Стартовый матч подопечный Евгении Рахтина проведут на выезде с чемпионом Казанским Динамо. Ирина Гапонча, Константин Сильницын. Новости СЕЙЧАС.